Яна Троянова самобытна и индивидуальна. Это актриса, которая органично смотрится и в комедии, и в трагедии. Она обладает своим, индивидуальным стилем, который помогает создавать глубокие образы, независимо от жанра. Путь к вершине славы был очень тернистым, актриса преодолела немало преград, наверное поэтому она так легко перевоплощается в героинь, с трудной судьбой. Яна Троянова засветилась в кинематографе всего 10 лет назад, но буквально сразу завоевала любовь зрителей. Дебют в кино у Яны выдался триумфальным. Психологическая драма «Волчок», ставшая первой в фильмографии Сигарева, отмечена тремя призами фестиваля «Кинотавр». Троянова получила один из них, а также премию имени Александра Абдулова, за исполнение роли молодой непутевой матери, номинирована на «Белого слона» и «Эй же Pacific Screen Awards». Картина ждал успех, на дорофилм «Харвест» в Португалии, и на киносмотрах в Цурихе и Карловых Варах. Тем, кому знакома биография Яны, стало очевидно, что в основу нескольких сцен, легли ее рассказы о своей жизни. Картина получилась очень тяжелой в психологическом плане, почти в каждом кадре сквозила какая-то безысходность, но тем не менее, ленту ждал успех. Следующей работой Яны стал фильм под коротким, но емким названием «Жить». Картина тоже получилась очень тяжелой, но несмотря на это, была очень высоко оценена российскими и зарубежными критиками. И снова кинофестивали, и снова призы, среди которых почетный «Белый слон», являющийся самой престижной наградой среди отечественных кинематографистов, Яну Троянову номинировали на Нику. В сюжете этого фильма три истории, о разных людях, которых объединяет одно – потеря, и эта потеря настолько страшна, что они не понимают, как дальше жить, жизнь уходит от них, а смерть настолько близка и осязаема, что кажется ее даже можно потрогать руками. В фильме «Жить» отражены также реалии нашей жизни, и поднимаются вопросы равнодушия. Если говорить в целом, то фильм о том, как разные люди справляются, или не справляются с фактом смерти близкого, о том, что происходит у них в душе. Такие фильмы дают надежду, что ты не одинок, что твое горе можно и нужно пережить, и жить дальше, без вариантов. Еще одна интересная работа Трояновой, которую отметили критики, трагикомедия «Кококо», которую сняла режиссер Авдотья Смирнова, Яна сыграла провинциалку Вику, а другой актрисе Ане Михалковой досталась вторая главная роль. Героини встретились случайно, девушка из народа и интеллигенция, ну, встретились и разошлись, а нет, зацепились как-то друг за друга и мгновенно подружились. Ради этой роли уральской провинциалки Яна Троянова училась петь казацкие песни и печь пироги. Первый раз картину увидели на Кинотавре 2012 года, и обеих актрис номинировали на премию за лучшую женскую роль, еще одна награда за эту роль ждала Яну во Франции. В 2013 Яну Троянову позвали сниматься в картине «Небесная жена на луговых морей» по одноименной книге писателя Дениса Осокина. Ленту снял режиссер Алексей Федорченко, она как бы содержит в себе 23 разных новеллы, в которых рассказывается о традициях и быте марийцев. Для этого проекта актриса освоила марийский язык. В картине охвачен достаточно большой временной диапазон от 70-х годов прошлого века до настоящего времени. Картина снова не прошла незамеченной на кинофестивалях и получила несколько заслуженных призов. В 2014 Троянова решила попробовать силы в кинорежиссуре. Короткометражная лента рядом представлена на конкурсе «Короткий метр фестиваля Кинотавр». Мелодрама посвящена неспособности людей замечать и принимать любовь. Это чувство появляется в кадре и как метафора, и как отдельный персонаж. Яна хотела показать человеческую близорукость, когда человек не видит и не принимает любовь. В 2015-м на экраны страны вышла картина «Страна ос», где Трояновой снова досталась главная героиня. Картина была награждена призом за лучший сценарий и кинопремии «Слон». Эту картину можно было бы назвать обычной новогодней комедией, если бы в ней не было такого острого социального потекста и жесткого юмора над окружающей действительностью. Для главной героини Ленки праздник Новый год не существует. Она вынуждена работать и спешит в свой киоск, чтобы до наступления полуночи заступить на смену. Но женщина оказывается в центре нелепых происшествий, которые становятся настоящим праздничным приключением. В сентябре 2016-го на экраны вышел сериал «Ольга», в котором Яна стала исполнительницей главной роли. Ольгина судьба чем-то напоминает судьбу самой Трояновой. Ольга вынуждена самостоятельно содержать не только своих детей, но и пьющего папашу. У Ольги совершенно отсутствует своя жизнь, ведь ей доводится разгребать проблемы и дочери, и сына, и даже сестры. Картина «Ольга» стала первым сериалом в творческой биографии Яны Трояновой. Режиссера сериала пригласили Яну на кастинг, хотя и были уверены, что она откажется, но актриса согласилась, и ее заинтересовал и сценарий, и героиня. Яна даже решила поправиться, ведь она видела свою героиню женщиной при теле. Но в процессе работы ее организм решил вернуться к прежним размерам, и актриса снова похудела. В 2017-м вышел второй сезон сериала Ольга, а осенью того же года режиссеры приступили к съемкам еще одного, третьего, сезона. По общей задумке сериал будет состоять из 60 серий. Весной 2020-го вышел четвертый сезон Ольги. За это время Яна отошла от шока, вызванного бешеной популярностью, и не испытывает ничего другого, кроме благодарности за любовь. Актриса, как и прежде, ездит в метро, не отказывает в селфи, не обзавелась охраной. Единственное, чего она не понимает, так это почему мужчины стесняются признаваться в том, что смотрят этот сериал. В 2017-м вышла еще одна картина с участием Яны Трояновой «Лалай-балалай». Это короткометражная комедия о приключениях трех, слегка податых друзей. Короткометражка «Зет» о зомби-апокалипсисе в Москве, снятая в излюбленном Василием Сигаревым в жанре хоррора, на деле, вирусная реклама жилого комплекса бизнес-класса. Компанию жене режиссера в нем составили, Николай Басков и Александр Баширов. Вылиться ли ролик в полный метр, неизвестно. Пока автор изучает отзывы, обдумывает сценарий, поскольку в фильме планируются другие герои и обстоятельства. В комедии «Марафон желаний Яна снялась», вместе с Павлом деревянка, история рассказывает о девушке, которая летит к своей подруге из Воронежа, в Ханты-Мансийск, и застревает на пересадке в аэропорту Санкт-Петербурга, где знакомится с Александром, который летит в тот же город на конкурс поваров. Отличный, веселый, трогательный, добрый и нежный фильм. Ее партнером в драме «Конец фильма» выступил Егор Бероев. Также в 2020-м состоялась премьера картины, как Надя пошла за водкой с Евгением Цыгановым. Кино получилось очень интересное и глубокое, в сюжете две сестры живут в красивом доме, с большой кухней, это такой дачный поселок, где население пьет и гуляет, что даже в магазин спокойно не сходить, но вся суть сводится к отношениям внутри семьи. Поразительно, но актерского мастерства Трояновой хватило с головой, чтобы одной единственной сценой, когда она в зеленом спортивном костюме чавкает жирными чипсами, выуживая крошки из глубокого декольте, дать полное представление о глубокой личной трагедии маленького человека, которого жирают как те самые чипсы. Не забывайте подписываться на канал «Аллея звезд», чтобы быть в курсе самых интересных событий из жизни артистов.